привет друзья создай себе комфорт вот я заметил например когда у меня плохое настроение и когда все кто-то звонят и там суета мысли и прочее прочее я все пытаюсь и пытаюсь картину нарисовать и никак не получается а потом хорошем настроении немножко начинает получаться но я же импровизатор у меня все время эмоции то так то так и поэтому картина все время переделывается переделывается но и для меня искусство мое собственное для меня собственный тест но на самом деле спина болела например ходил хрома из-за спины потом стал делать саморегуляцию стал там пару вечеров полежал на иголочках потому что я и рефлексотерапевт и психотерапевта сам себе да так вроде получается и вот наконец я вот так оживаю и картина меняется который я рисую ну так ведь комфорт комфорт это важно вот я например не мог сделать видеоролик для вас потому что суета мысли было вот я готовлю завтра ликбез бесплатный для того чтобы все собрались зум выходили задавали любые вопросы и вот тут же вот такой момент когда надо чтоб голова ясно соображала когда было легко думать когда чувствую такой внутренней глубины уверенности что у у тебя все получится эти найдешь мгновенно правильный ответ на любой неожиданный вопрос как и в жизни бывает но для этого ведь надо вот научиться создавать себе не только внешний комфорт потому что вот метель была вот радикулит как бы был вот как бы еще что-то было вот звонки были как-то надо научиться вот этот комфорт создавать внутри себя вот это же есть то чему обучаем с помощью метода ключ и там для того чтобы получать вот это комфортное состояние когда у тебя мысли хоть и код в любом направлении как ты хочешь да да думать можешь не только о том о чем думается на этом о чем хочешь подумать и сосредоточиться на том на чем тебе надо сосредоточиться вот это научиться комфорт вызывать вот я умею вызывать у себя комфорт я хочу чтобы новичок например который не знает что такое ключ тоже научился комфорт вызывать чтобы он мог мгновенно вызывать любое время в любом месте вопреки всем обстоятельствам но может быть перед экзаменами перед переговорами даже там может быть ему придется где-то танцевать а у него чувство неуверенности чтобы он мог вызвать у себя это состояние глубинного душевного покоя вот это состояние которое в прошлых роликах говорил о том что очень связано с ощущением изобретательства чтобы он быстро мог соображать как реагировать на любую ситуацию в условиях неопределенности неожиданности в условиях каких-то угроз чтобы решения сами приходили в голову но вот это состояние максимального глубинного комфорта внешняя экология если есть внутренняя экология вот как управлять вот этой внутренней экологии как создавать вот этот внутренний баланс гармонию с собой и соответственно с миром потому что если у тебя на душе легко и хорошо и чувство такой легкой радости от самого факта жизни не только от комплиментов и подарков не только от приятных слов и похвальбы от самого факта жизни вот это чувство ощущение бесценности живого вот это чувство любви ко всему вот это ощущение счастья быть самим собой вот это такое состояние у вас тоже бывает постоянно когда вы находитесь наедине с собой даже шумном большом городе хотя бы пять минут когда вы там слушайте музыку или занимаетесь любимым делом или находите состояние глубочайшей задумчивости вот в этом состоянии созерцания которое называется по-разному и нирваны называется и состоянием дзен и состоянием медитации ну да но такое глубинное состояние когда вы не вынуждены реагировать на постоянные развивающие вас какие-то сигналы когда вы способны каким-то образом дистанцироваться эмоционально от всего происходящего от холода от неприятных мыслей от боли от страхов и выйти на это состояние глубинного душевного комфорта покоя глубинного покоя душевного душа вот это состояние это это такое ощущение без времени бесконечности когда тебе не нужен к никуда торопиться никуда не нужно спешить это состояние такое приятное и поэтому когда с этим состоянием пытаешься рисовать вот я буду сейчас дорисовывать и вы посмотрите в следующий раз как преобразится эта картина когда у меня будет другое состояние но точно также будет преображаться и ваша жизнь и ваши отношения и даже ваши сочинения и даже ваши стихи и даже ваша музыка которую вы захотите написать и даже любые достижения зависят от этого внутреннего состояния поэтому на ликбезе на завтрашнем который будет у нас 20 часов 11 числа 20 часов подключайте зумы готовьте зумы готовьте свои вопросы любые вопросы которые вас волнуют любые связанные с тем с проблемой саморегуляции есть автоматическая саморегуляция которая называется гомеостаз это сохранение внутренней среды организма внутреннего баланса за соответствии с выработанной эволюции и вашими научениями и тренировками вот этого автоматического саморегулирования а есть управляемая саморегуляция вот это метод ключ когда вы чувствуете что автомат не справляется в каких-то стрессовых ситуациях со своими задачами но вы переводите его режимом сознательного управления да 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 вот с этой темой все что связано поскольку с этой темой связано и жизнь и судьба и ваши решения их принятия их реализация и ваши достижения во всех областях жизни отличных отношений самим собой или со всеми людьми и со всем человечеством поэтому давайте будем художниками будем поэтами а для этого научимся находить себе эту музу музу находить вот это состояние глубинного душевного комфорта покоя уверенности способности изобретателя ну да и то же как говорится свет творца человек до встречи друзья до встречи